Сегодня у меня будет такое слово, немножко не совсем весёлое. Вы знаете, Псалом 49, 21. Когда я прочитал этот Псалом, он очень интересный, Асафа, Псалом, не Давида. Он отвечает на некоторые вопросы, которые часто задают люди. Вот интересно им, почему один грешит, а Бог молчит? А будет ли Иуда иметь спасение? Разные такие вопросы задают люди. И вы знаете, он отвечает на многие из этих вопросов. Вот такие слова интересные. Ты это делал, Бог говорит, ты это делал, а я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. И вот я заметила, я думаю, вы тоже это знаете, что часто человек думает, что вот он делает что-то неправильно. Я уверен, что вы тоже заметили, что когда человек делает что-то плохое, совершает какие-то поступки, судит его. Но Бог не обличает, молчит, ну может пронесёт. Хорошо, что он не наказывает. Я слышала, даже меня задавали вопросы, а почему Бог не наказывает? По нашим понятиям справедливости нужно тут же наказать. А Бог почему-то молчит. Ничего. Кого-то так и надо. И у многих христиан возникает такое возмущение. Можно сказать, святое возмущение. Я думаю, мы сейчас получим ответы. Мы с вами рассмотрим на примере Иуды. Мог бы Иуда покаяться? Или не мог? И вот давайте, когда мы сейчас с вами рассмотрим, вы сами и дадите ответ, мог или нет. Если мы посмотрим с самого начала, когда Иисус избрал своих учеников, и среди них был Иуда, Он ничем не был обделён, правда? Всё, что Он давал своим ученикам, Он давал Иуде тоже. Он был в числе их. Иисус что? Не видел его сердца, не видел, или не видел его дела тёмненькие. Мы знаем, что Иисус видит даже мысли, помышления, намерения. Господь видит всё, правда? Всё тайное. Он видит, и только подумал, Он уже знает, даже наперёд, что ты подумаешь, знает. Но почему-то Иисус молчал. Разве Он не видел, говорится, что Иуда всё время подворовывал. Вот ящичек с пожертвованием, он был не такой большой, поменьше, носил он всегда при себе. И можете представить себе, оттуда подворовывал. А Иисус не видел, да? Как же получилось так, что когда Иуда был, ну, умер, повесился, все почему-то сразу знали, его даже написано в Евангелии, что он был вор, и всегда воровал. Значит, знали. Ученики догадывались, Иисус знал. Почему Иисус молчал? Почему Он ни разу Ему не сказал, Иуда, что ты творишь? Вот если бы вы увидели, что кто-то подворовывает из нашего вот этого святого ящичка, что бы вы сделали? Молчали бы, да? Вы бы уже или сами сказали, или сто раз бы мне сказали. Вы заметили? Вы дали бы от меня реакцию, разве не так? И вдруг я молчу. Воруй себе на здоровье. Такое может быть. Но почему-то Иисус молчал. Ни разу не остановил Его. В Писании говорится, что Иисус видел даже помышление, даже учеников помышления. И когда ученики что-то помыслили, Иисус тоже им говорил, зачем вы так мыслите неправильно. Правда? Вы читали в Евангелии эти места. Но почему-то вот эти слова из Псалма, ты делал это, а я молчал. Относится прямо к Иуде. Он молчал. И ты подумал, я такой же, как и ты. Изобличу тебя. И представлю пред глаза твои грехи твои. Когда? Остался вопрос, когда? Вы знаете, очень интересный вот этот Псалом Асафа. Он вообще-то очень интересно описывает Бога. И суд народа Божьего. Посмотрите, вот если прочитать 49-й Псалом, 3-7. Грядет Бог наш, и не в безмолвии. Перед Ним огонь поедающий. И вокруг Его сильная буря. Он призывает свыше неба. И землю судить народ свой. Соберите ко мне святых моих. Вступивши в завет со мною при жертве. Жертва в данный момент у нас. И небеса провозгласят правду Его. Ибо судья сей есть Бог. Слушай, народ мой, я буду говорить. Израиль, я буду свидетельствовать против тебя. Я Бог. Твой Бог. Я Бог. Я Бог. В одном месте и тут же говорится, что Бог молчал. И тут же говорится уже, что Он будет говорить. Когда? Когда будет говорить? Когда Он будет говорить? Бог, обитающий во внутренности человека, видит все. Знает абсолютно все, даже движение твоих мыслей. и сердце тем более. И корректирует, и направляет нас. И останавливает. И написано, кого я принимаю как сына, того бью и наказываю. Правда? Не дает нам ошибиться. А если ошиблись, обличает нас. И написано, и праведники падают, но встают. Но те, которые совершают вот эти неправедные поступки, обдуманно от своего нечестивого сердца, Бог оставляет до времени суда. Пока их нечестие не наполнит чашу. Это называется чаша Божьего терпения. А грешники думают, молчит, значит, я прав. И продолжают. Посмотрите, прочитаем дальше этот псалом, он очень интересный. С 16 по 23 место. Грешнику же говорит Бог. Что ты проповедуешь уставы Мои и берешь завет Мой в уста Твои? Вы не скажете, какому грешнику? Вот там на улице? Так, значит, оказывается, среди народа Божьего тот, который творит беззаконие. Проповедуешь уставы Мои. Значит, языком своим говорит. Я Бог исповедую и берешь завет Мой в уста Твои. А Бог называет его грешником. Почему? А сам ненавидишь наставление Мое и слова Мои бросаешь за спину. Ты говоришь, ты даже учить можешь другого, а сам за спину забрасываешь все, даже чему учишь. Когда видишь вора, сходишься с ним. И с прелюбодеями сообщаешься. Это необязательно идти в эту компанию. Ты оправдываешь эти действия, понимаете? Уста Твои открываешь на злословие. Язык Твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата Твоего. На сына матери Твоей клевещешь. Ты это делал, а я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу Тебя. Представлю пред глаза Твои грехи Твои. Уразумейте это, забывающие Бога. Мне не говорится незнающие Бога, забывающие Бога. Дабы я не восхитил. То есть, когда земли восхитят, уже суд, уже все. Тогда уже не будет избавляющего. Кто приносит жертву хвалу, Тот чтит Меня. И кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божье. Итак, мы видим с вами, что грешником Бог назвал кого? Того, который называет себя верующим. Исповедует Бога устами. Устами даже проповедует, говорит о Боге. Но слово это не принимает для себя. Можно принимать для других, другим проповедовать, для себя не принимает. Сам на самом деле ненавидит то, о чем говорит. Что значит ненавидит? и не живет даже так, потому что это не Его. Их прельщает грех, тянет грех. Всякая неправда прельщает, быстро склоняются на всякую неправду. Вот кого Бог не обличает, молчит. до времени суда. И говорит, а ты подумал, что я такой же, как ты. То есть, такой же человек, который ничего не вижу, ничего не слышу, можно меня обмануть, обхитрить. Таких Бог не обличает до времени. Почему? Потому что бесполезно, Его обличать бесполезно. Оно приведет не к раскаянию, к ожесточению. Если такому сказать, что ты делаешь зло, он только ожесточится. Беззаконник никогда не покаяться. Это тот, который творил беззаконие, но в сердце не любил то, что делал. Как мы с вами не любили это делать. Мы жили в грешном мире. В случае с Иудой, я вам скажу, обличение привело бы к ускорению предательства. Он бы начал враждовать с Иисусом раньше положенного срока. Я вам скажу, такой человек, который уже поступает противозаконно, уже враждует с Господом. Но просто это втайне происходит. Потому что Иуду, если рассмотреть, он уже враждовал с Иисусом. Но втайне. Он искажал то, что Иисус говорил. Он был недоволен Его делами. Помните, когда женщина пришла, Мария, и омыла Ему ноги и слезами, и лавастровый сосуд поломала, разбила, и возлила елей на Него, помазание. Он был недоволен. Он страшно был недоволен. Почему? Он сделал вид, как будто ему эти деньги жалко, вот можно было бы нищим помочь. На самом деле, на самом деле, говорится, что он был вор. Посмотрите, прочитаем Иоанна 12, 5. Для чего бы не продать это мир за 300 динариев и не раздать нищим? О нищих он заботился. Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Вот это все Иисус не видел? Не видел. Он видел, что подворол, он видел, зачем он сказал про эти динарии. И как он ему ответил, посмотрите, он его не обличил. Он не сказал ему ты сейчас лукавишь и ты просто хочешь прикарманить эти денежки. Ничего подобного не сказал. Он сказал очень в общем. Оставьте ее. Она сберегла это на день погребения моего. Ибо нищих всегда имейте с собой, а меня не всегда. Вы знаете, иногда поступки Иисуса просто удивляют. По-человечески, честно, вот хотелось бы обличить, если видишь такое лукавство. Все внутри кипит, хочется обличить, правда? Хочется сказать прямо в лицо и в глаза, что ты творишь. Ты сейчас лукавишь, ты так не считаешь, ты так не думаешь. Это не честный поступок. Но Иисус молчит. Он молчит. Мы, как люди, обязательно бы высказали. Обнаружили бы эту неправду. Почему? Потому что мы не видим плана Божьего. Мы не видим дальше, что и зачем это происходит. Почему Бог молчит? Вот если Бог через тебя обличает, да, твое тело. Если Дух Божий обличает, как помните, через Петра, Ананию и Сапфиру, это было обличение Духа Божьего, это был результат. Но как человек, если мы хотим что-то вперед Бога сделать, мы будем иметь плохие результаты. нам нужно прислушиваться к Духу Божьему. Иногда получается так, что мы Духа Божьего не понимаем, почему ты молчишь, хочется уже, а Он молчит. Often we don't understand why Spirit of God doing that, because we want you to say something, but He is silent. He is waiting. The cup needs to be filled. It's terrible when God is silent. It's fearful, it's better when He rebukes. It's better when He punishes you because you are His son. He is child. He has rights for you. But if you look that God does bless you, not bless you, but you see God is not rebuking you and a person continuing to sin, this is fearful. You need to be feared for that person. You need to be feared for that person. When you did these things, I and I kept silent. And we see if we look at this story with Judas, Jesus was speaking commandments all openly. He was teaching openly. was teaching He was never saying things for Judas not to hear, right? He was never saying things for Judas not to hear, right? Judas was listening together with all the disciples. He knew God's law like everyone else. He knew God's law like everyone else. Jesus did not deny him anything. He was a wicked person, 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 He was right next to Jesus. He was right next to Jesus. Asaf called such people sinners, wicked person. Jesus called such people hypocrites, remember? Because they were doing things that they did not even intend to do. And Paul said about such people. Romans 2, 17-24. Romans 2, 17-24. Now you, if you call yourself a Jew, and you rely on the law and boast in God, and you rely on the law and boast in God, and if you know His will, just like Asaf writing in a psalm, and approve of what is superior, because you are instructed by the law, and you are instructed by the law, if you are convinced that you are a guide for the blind, a guide for the blind, a life for those who are in the dark, a life for those who are in the dark, a teacher of the foolish, the teacher of the little children, and you are confident about yourself, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты? Уча другого, не учишь себя самому. Проповедуя, не кради, крадешь. Говоря, не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Вы нуждаясь идолов, святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божье хулиться у язычников. Опять говорится в общем. Все говорится в общем. И в этой церкви проповедуется всем. Каждый должен что делать, как тут говорится, учать других на себя. Считая Писание на себя. Все через себя. Только так ты научишься. Вникая в Писание и в себя. Ты спасешь и себя, и слушающих тебя. Остальное называется лицемерием. Мы видим, что происходит с такими, которые только за спину все бросают. Каждое Слово Бога. Бог будет терпеливо ждать, пока такой человек соберет себе чашу гнева. На суд. И это произойдет однажды. Но тогда уже что? Назад пути не будет. Тогда уже для такого человека нету возможности к покаянию. Вот почему у Иуды не было возможности покаяться. Он слушал Иисуса. Всем был не обделен, ничем не был обделен. Но сердце у него было всегда неправедное. Это был его выбор. Проповедовать. Он проповедовал. Вы представляете? Проповедовал, исцелял, ходил. И ничего не принял для себя. Мы знаем, что Бог судит сердца. Намерения, помышления. Пока они еще не стали явными даже. Но суд — это уже окончательное решение Бога. И когда вынес Бог уже приговор, идет суд. Поэтому часто Бог просто молчит. Рано еще для Него суд. И поэтому Бог пока еще терпит и молчит. Видя этого беззаконника, беззаконника. А он думает, ой, Бог такой же, как я. Ничего не видит. Возвратимся к Иуде. Когда Иисус лично обличил Иуду. Когда? Когда Он лично ему сказал? Вы заметили? Что произошло? Покаялся? Как раз это был толчок совершить то, к чему Он готовился. Когда Иисус обратился к Иуде лично. В тот момент, что произошло у Иуды. Написано, вошел дьявол. Представляете, если бы Иисус раньше его обличил. Раньше бы пришел дьявол в него. У Бога есть срок. Это мы хотим все сразу и сейчас. Удивляемся, возмущаемся. Мы должны просто набраться терпения. Если есть время молиться еще за человека, чтобы он покаялся, молимся. Но придаем Богу возможность коснуться Его сердца. Или же придет суд. Ну, посмотрите. Я прочитаю вам Иоанна 13, 27, 28. Когда Иисус сказал, что когда я макну и дам кусочек, тут и есть, кто предает Меня. И после всего куска вошел в него сатана. Тогда сказал ему Иисус, что делаешь, делай скорее. Но никто из возлежащих не поняли, к чему он это сказал ему. Иисус прямо ему сказал, что ты делаешь, сделай скорее. Что бы сделало чистое сердце, даже если бы оно ошибалось. Испугалась. Сказала, извини, на колени встала. Ты откуда? Ты знал, что я тебя предаю, готовлюсь. Бог открыл его намерение. Бог просто открыл его намерение, показал, что я все видел. Я был там, когда ты меня уже за 30 серебряков продавал. Я был там, мое сердце было с тобой там. Помните, как пророк сказал своему слуге, когда Неман исцелился, и пророк сказал, не бери, ничего от него не бери. А пророк побежал и взял. И вернулся. И Елисей ему говорит, мое сердце не было ли с тобой? Когда ты бегал к Неману, чтобы забрать? Было. Понимаете, все видит Господь, все видит. Если молчит, то это даже страшно. То это просто страшно, если вас Господь не обличает, это страшно. если вы живете и ничего не ощущаете, просто как сыр в масле. Страшно. Итак, мы с вами видим, что когда сказал Иуде Иисус, это не произвело в Нем покаяния. Когда Иисус говорил с Юдасом, Он не привел к Юдасу к репетенту. Не вызвало сокрушение сердца. Напротив того, Он встал и пошел. Да. Тут же встал и пошел. Представляете? У Бога все вовремя. Он на все положил время, все во времени. Поэтому мы просто должны Богу доверять. Нам надо научиться терпению и смотреть, что хочет Бог этим сказать. На все, все есть время. Поэтому Он сказал, ищите правды Божьей, правды Царства Божьего. Ищите Господа. Ищите. Глазки ваши должны быть обращены все время к Нему. Много чего Он нам открывает, когда мы смотрим Ему в лицо, когда смотрим в Его глаза. Когда Иисус сказал, что есть один из вас, который хочет предать Меня, вы представляете, Юда еще говорит, не я ли Раби? Не я ли Раби? Что сказал Иисус? Все, что Он сказал, Ты сказал. То есть, Твои слова Тебя же обличили. Твои же слова, Твои же уста Тебя обвинили. Но еще интересно, я хочу прочитать вам место. Это же место, как описывает Иоанн 13, 26-32. Иисус сказал, значит, отвечал, Тот, кому Я обмакну кусочек хлеба и подам, тот и есть. Кто предаст, да? И обмакнув кусок, подал Иуде, Симону Искариоту. И после сего куска вошел в него Сатана. Тогда сказал им, что делаешь, делай скорее. Вы посмотрите, как интересно, в другом месте Иисус сказал, что Он фактически дьявол. Он говорит, не двенадцать ли избрал Я вас? Один из вас дьявол. Вы знаете, что такое дьявол? В греческом переводе это клеветник. То есть, Он знал заранее, что один из вас клеветник. И у Него не было вопроса, кто из них. Он точно знал, кто. Поэтому Он не обличал. Поэтому Он молча принимал Его беззаконие. Понимаете? Потому что от начала Он знал, что этот человек клеветник, дьявол. Прямо назвал так Его Иисус. Иногда, я говорю, нас удивляет, почему Иисус молчит. Иногда мы просто не понимаем Его действий. однако, просто надо Ему доверять. Надо даже бояться за такого человека. Не завидовать. Некоторые завидуют. Вот Ему хорошо, Ему ничего. А мне как что, так сразу. Я говорю, да вы счастливые. Вы счастливые, что вам даже шаг налево, шаг направо уже расстрел. Уже тебе достается. Вы счастливые. Значит, вас Бог избрал, вас Бог любит. Если Он вас наказывает за каждый проступок, значит, Он вас называет своим детем. Будет боиться тот, который вообще ничего не трогает. Кто оставлен, я могу сказать, Господа. Вот что надо бояться. А не то, что вам достается. Вы просто этому радуйтесь. Научитесь правильно все, поставьте на свои места, на правильные. Я вам скажу, что если человек знает закон, это для него не новое. Если научен Писанию и продолжает жить неправильно, это опасно. Одно дело грешники этого мира, у них есть шанс покаяться. Но те люди, которые знают и приступают каждый раз заповеди, это ведет к плохому. Мы должны следить за тем, как мы идем, исполняем заповеди, как мы живем, свято ли, праведно ли. Как написано, посмотрите, у Иоанна, 2 Иоанна 1,9-11. 2 Иоанна 1,9-11. Всякий приступающий учение Христова и не пребывающий в нем не имеет Бога. Как страшно сказать, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христова имеет и Отца, и Сына. И кто приходит к вам, не приносит его учения, того не принимайте в дом и не приветствуйтесь. Его не приветствуйте. Ибо приветствующий его участвует в злых делах его. Так что скажите мне на вопрос, Иуда покаяться или нет, есть возможность, шанс у него был? Как ответите вы? Не было. Если бы был шанс, разве бы Иисус его не обличал? Разве бы не обличал, как всех учеников обличал? Иисус не оставлял ни одного необличенных. Они все время ходили, как во свете. Только Петр на улице пообещал динари заплатить. Иисус заходит в комнату, Иисус ему говорит, Петр, кто должен платить динари? Тут же ему сказал. Только ученики шли и делили, кто будет главнее, кто будет... Иисус подозвал и стал говорить с ним об этом. Но Иисус Иуду не трогал. Еще раз хочу, чтобы вы услышали и поняли, что молчание Бога, оно страшно. Если Бог молчит, это страшно. Как мне однажды сказал Господь, что если я молчу, это уже ответ. Вы понимаете? Это не потому Он молчит, потому что не знает, что нам сказать. Это уже ответ. Если вас ничего не беспокоит, не трогай, на колени и кричать к Богу, что случилось? Потому что вы не можете жить так, что вы уже с Орионом за этим ходите. Нет, мои дорогие. Я так благодарна Богу, когда Он меня обличает. Недавно я совершила одну ошибку. И Он меня тут же обличил, вот тут же. Если не отходя, как говорится, с места своего. Я так благодарила Бога. Я была так счастлива, что он меня тут же, я еще не успела, даже скажу, не успела еще совершить эту ошибку. И Он меня тут же обличил. И так была благодарна Ему. Я точно тебе не безразлична. Как я счастлива. Но если бы Он промолчал, я бы совершил ошибку. Если Он будет молчать, и вы будете продолжать делать одно за другим неправильно, где-то совесть вам подсказывает, вы все равно делаете. помните, это страшно. Это страшно. Не думайте, что Он такой же, как мы, которого можно обхитрить, обмануть, что-то сделать, что Он не видит, где-то за углом клеветать, а Бог не слышит. Я говорила нашей церкви, все, которые друг к другу клевещат один на другого, говорят в уши Богу. Говорила вам, говорила, мои дорогие, это правда. Потому что Он внутри вас. Но если это вам сходит с рук, тогда бойся и трепещи. Но если вы наказуемы, не плачьте. Прославьте Бога. Скажите Слава Тебе. Я Твое дитя. Я Твое дитя. Ты Меня любишь. Вот так принимайте все обличения. Так принимайте наказание Божие. Просто прославляйте Бога, что вы Его дети, которых Он любит и о которых заботится. Не оставил и не молчил. Будьте благословенны, мои дорогие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова